Анне Афанасьевне 83 года. Пенсионерка всю жизнь проработала на заводе. Заключить ренту она решила после того, как поняла, что жить одной и обслуживать себя самостоятельно стало сложно. Я приняла решение, во-первых, ну я одна жила, и у меня получилось, что я как-то помыла свои званые листья не могла. А потом как раз вот это появилось. И я приехала, и мне сразу понравилось. То, что мне надо было, и что надо, мне всегда сделают. Вот видите, поварочи сделали, чтобы дверь открывать. Дверь у меня сделали, катучи, чтобы удобно было. Теперь Анна Афанасьевна живет в специализированном центре. Здесь у нее своя комната. Она привезла с собой некоторую мебель и цветы. А еще попросила, чтобы разрешили жить с кошкой. Как здесь шутят, Муся тут тоже по договору ренты. Мне живется здесь хорошо. Я всем говорю, честно. Живу я три года уже. И три года не заметила, как проскочила. Встал телевизор, потом на улицу пошел, потом кто-то пришел. На улице хорошее общение. Тут у нас немножечко маловато общение. Потому что там временные поступают они. А постоянных тут на нашей территории нет. Более скучновато у меня. Заключить такой договор могут одинокие и одиноко проживающие пенсионеры старше 75 лет. А также граждане, достигшие 70 лет. Если у них имеется вторая группа инвалидности. И те, кому исполнилось 65. И они являются инвалидами первой группы. У гражданина на праве собственности должно иметься благоустроенное жилье. Которое он по договору передает в собственность Республике Бурятия. А ему предоставляется для проживания благоустроенная комната, где имеется все необходимое. Ему обеспечивается круглосуточное наблюдение, уход, питание. Пенсия остается на руках в полном размере у пожилого человека. То есть он не оплачивает ни за какие услуги, которые здесь получает. Есть и другой вариант. Пенсионер передает квартиру государству, но остается в ней жить. И получает пособие в размере от 19 до 22 тысяч рублей, в зависимости от метража. При этом постоянно приходит соцработник, помогает по дому, покупает продукты. На сегодняшний момент в Бурятии 8 человек проживают в социальном центре, а шестеро получают пособие по договору. Пенсионерка Мария Степановна рассказывает, пока квартира принадлежала ей, находились и те, кто хотел заполучить ее имущество. Ой, все, кому не лень. Прямо то подарки, то еду какую-то приносят. Ну, я же видела, в чем дело-то. Пенсионерка не стала доверять посторонним людям. Решила, пусть лучше квартира достанется сиротам. Ведь, как правило, им передают жилье тех, кто оформил договор пожизненного содержания. Вроде как, я вроде принесла для города, для вас, ну, квартира хорошая или плохая, но будет кому-то потом еще, правда? Арина Чертарова, Вячеслав Сердюченко. Первая альтернативная. Продолжение следует. Продолжение следует.